Новоуральск с рабочим визитом посетил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Михаил Набоких. Повод для поездки в наш город приятный. Открытие нового объекта на горнолыжной трассе «Висячий камень». На обновленном спортивном объекте побывал и мой коллега Виктор Малышев. Новоуральск с рабочим визитом посетил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Михаил Набоких. Повод для поездки в наш город приятный. Открытие нового объекта на горнолыжной трассе «Висячий камень». Речь о траволаторе. Это специальный подъемник, позволяющий безопасно подниматься на гору детям и маломобильным гражданам. Прежде всего это важно для города Новоуральска и детей, которые мечтают встать на горные лыжи, которые впервые мечтают встать на горные лыжи. Вообще мероприятие неординарное. Таких подъемников вообще у нас нет в области, несмотря на то, что у нас есть комплексы, они достаточно развитые, есть кресельные подъемники. Но вот траволатора, вот такого, это самый безопасный подъемник для тех, кто собирается начинать заниматься горными лыжами. Сейчас тенденция такая, что люди встают впервые на горные лыжи и в два, и в три года. Но сами понимаете, что там, конечно, максимально должна быть безопасность, и здесь все это присутствует. Инициативу создания такого подъемника в Новоуральске проявил Дмитрий Кнутарев. Сам он с этим склоном знаком давно и очень хотел бы, чтобы как можно больше юных горожан вставали на горные лыжи и сноуборд, совершенствовали свои навыки, а «Всячий камень» стал бы местом проведения масштабных спортивных событий. Пришла такая мысль в голову, что для того, чтобы как можно больше детей сюда пришло, и им было комфортно обучаться горным лыжам и сноуборду, необходимо организовать отдельный детский склон для безопасности и, конечно, страваторным подъемником, который применяется во всем мире для начального обучения. И эта идея была уже более пяти лет назад, и вот, так скажем, последние годы активно начал продвигать эту инициативу. Нашел поддержку со стороны нашего главы Тюменцева Вячеслава Яковлевича. Потом наш проект поддержал губернатор Свердловской области Куешев Евгений Вадимович. И общими усилиями, несмотря на сложности 2022 года, мы реализовали этот проект и вот сегодня запустили. Такую инициативу и личное финансовое участие Дмитрия Кнутарева поддержали как на региональном, так и на муниципальном уровнях. И администрация, и Дума округа оказали содействие. И вот, траватор уже установлен. Мы занимаемся спортом на разных площадках. Площадок у нас насчитывается 284. И сегодня это дополнительно еще одна площадка, где будут достижения детей, которые будут в будущем тоже наша надежда, наши чемпионы. Мы, конечно, благодарим нашего губернатора Евгения Владимировича Куйвышева. Благодарим Министерство физической культуры и спорта Свердловской области. Благодарим депутатов нашей Думы Новоральского городского округа. Благодарим главу Новоральского городского округа за ту помощь, которая была проделана и работа для организации вот этого мероприятия. Дмитрий Анатольевич, можно сказать, заскочил в последний вагон вообще в прошлом году во время согласительной комиссии. Все понимают, что когда бюджет уже практически сверстан и обсуждаются уже крайне необходимые вещи, вот зайти с суммой на траватора, она такая была, в общем-то, немаленькая. Это, в общем, такая серьезная история. Но, тем не менее, ему удалось убедить депутатов, потому что вообще это первая, мне кажется, в городе такая вот инвестиция в спорт со стороны физического лица. Тем временем, горнолыжный сезон в Новоральске пока откладывается. Снежный покров еще недостаточный для безопасного катания горожан. Как отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Михаил Набоких, именно это направление развития Новоральского горнолыжного комплекса должно стать следующим приоритетом для округа в сфере физической культуры и спорта. Виктор Малышев, Павел Сизов, Новоуральская обещательная компания.